МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лет меняет свою жену на 2 по 20, от 50 на 3 по 17. Оракул на подиуме. Прозрение будущего через игольное ушко. Политпрогнозы от кутюр. Мода всегда чувствует болевые точки цивилизации. И всегда в них бьет. Тайна шляпок английской королевы и забытая магия костюма. Подол. То есть охраняет от всякой скверны, которая может войти под одежду человека. Назад в будущее. Тренд 50-х. Модный психоанализ в программе. Дресс-код доступа. Глупец тот, кто в моде видит только моду. Бальзак. Мода началась с грехопадения. С тех пор, как Адам и Ева, изнанные из рая, стыдливо попытались прикрыть свой грех фиговым листком, началась новая история человечества. Создавались и рушились империи, бушевали войны и революции, сменялись политические режимы, люди осваивали океан и покоряли небо, открывали тайну атома и устремлялись в космос. И вся эта летопись развития человечества зашифрована в тайном языке моды. По сути, ответ на вопрос, что будут носить в следующем году, равноценен прогнозу, куда катится мир. Мода всегда во все времена является чем-то, что можно читать. И для людей, которые интересуются жизнью, культурой определенной эпохи, это чтение подобно чтению газеты новостной. И можно увидеть все, что происходит в социуме в то или иное время. Александр Васильев, знаменитый историк моды, многие годы посвятил разгадке этого таинственного языка, на котором говорит сама история. Порой фасоны, выкройки, платьев и костюмов могут рассказать об эпохе больше и честнее, чем передовицы газет. Это то, что нас окружает. Экономика, в первую очередь. В первую очередь, вспад, кризис или, наоборот, расцвет. Политика, во вторую очередь. И религия, в третью очередь. Мусульманский мир, христианский мир, буддистский мир. Совершенно разные идеологии. Различный взгляд на женщину. Женщина – это товар, или женщина – это мать. Это совершенно другой взгляд. Большая часть мира считает, что женщина должна быть закрыта, желательно в паранже. И что на нее должны любоваться только собственные супруги, дети. А есть другая часть мира, которая уверена, что на Невском проспекте на эту красоту должны любоваться все. Все должны подходить со своим тендером, предлагать им что-то за это. А женщина должна, собственно, выбирать. Одежда сопровождает человека с момента рождения и до смерти, меняясь вместе с ним, отражая все важнейшие этапы развития личности. Рождается ребенок, его костюм не орнаментирован, его только перевязывают поясочком. То есть пуповиной, которая его соединяет с предками. Ребенок начинает расти. И где-то уже начиная с 7-летнего возраста его костюм начинает орнаментироваться. Постепенно. Ну, меньше у мальчиков, больше у девочек. Вот они вступают уже в возраст брачный. Женихи, невесты. Костюм начинает насыщаться красным цветом, орнаментикой. Наконец они на выдание. Костюм буквально полыхают. И вот свадьба. Костюм становится красным. Насыщенно красным. То есть там живого места нет. Все переполнено орнаментами. И когда в песне поется «Не шею ты мне, матушка, красный сарафан», это не просто, что красивый сарафан, а действительно красный. Одежда не только средство защиты от холода и непогоды. Это своеобразный знак, символ, отражающий многогранность социальных процессов в обществе. Костюм во все времена указывал на национальную, сословную принадлежность. Говорил о возрасте, богатстве и семейном положении человека. Мода – это своеобразный язык. Причем язык древний. Например, еще в средние века длина носка, обуви определяла статус человека. Для государя – 70 сантиметров. Для рыцаря – 50. Для всех остальных – не более 20. То же самое с длиной шлейфа платьев у дам. Если длина шлейфа не соответствовала статусу, стражники обрубали его прямо на улице. Сословные различия законодательно определяли форму и длину одежды. Вплоть до мелочей. Вот, например, носовой платок, кружевной батистовый – для дворян, клетчатый – для чиновников, цветной бумажный – для мещан. Вообще, мода – это целая система знаков. Тот, кто способен понимать язык моды, способен сегодня ни много ни мало спрогнозировать будущее российско-американских отношений. На официальных мероприятиях костюмы лидеров государств соответствуют строгим нормам протокола и не носят смысловой нагрузки. А вот на неофициальных встречах одежда представляет своеобразный месседж – зашифрованный текст. Как, например, пишет The Wall Street Journal, во время ужина с читой Обама у себя в резиденции президент России выглядел одновременно неофициально и властно. Добиться этого ему удалось за счет сочетания хорошего блейзера с накрахмаленной сорочкой и темными прямыми джинсами. Джинсы ассоциируются с Америкой и рабочим человеком, так что глава государства, надев их, говорит о готовности к диалогу и серьезной работе. Стиль одежды может раскрыть секреты большой политики и стилистики международных отношений. Наш президент и премьер-министр одеваются просто. Они, например, не носят часто галстуки, не носят рубашки. Я вижу даже их на телевидении, в новостях, в полу черном или свитере под пиджаком. Это говорит о изменении дресс-кода официального. И, конечно, это отразится очень сильно на поколении. Капризы моды непредсказуемы. Они зависят от массы факторов. Однако основные тенденции в стиле одежды, как стрелка компаса, указывают тенденции развития общества. Аналитики отмечают, что в последние годы наметилось четкое направление на стиль ретро, возвращение к традиционным ценностям. Еще страшнее экономического кризиса, на мой взгляд, это кризис смысла жизни. Потому что свобода, которая началась, даже если по моде судить, то 60-х годов, скажем. То есть это момент сексуальной революции, молодежной революции. Все покатилось по наклону. То есть постепенно стало можно все. И человек в этой ситуации, с одной стороны, он как бы упивается свободой. Вот перед тобой открыт весь мир. Вот ты можешь носить все, что хочешь, говорить все, что хочешь, и делать все, что хочешь. Хочешь, живи законным браком, хочешь, разводись, хочешь, как бы, изменяй. Все как бы возможно. Как будто бы это хорошо. Но на самом деле человек ощущает колоссальную пустоту. И колоссальную нехватку каких-то элементарных рамок. Как ребенок, знаете, который потерялся, и который не знает, как себя вести. И он хочет, чтобы ему что-то запретили. Ох, не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Любопытно, с чего бы наши прабабки были такими привередливыми. Красный сарафан им, видите ли, не нравился. Дело в том, что у модниц прошлого было много запретов. Каждая деталь традиционного народного костюма, цвет и рисунок тканей имели глубокий смысл. Самые важные части народного платья украшались специальными орнаментами. Причем каждый из них имел свое значение. Орнамент – это древнейший текст магических заговоров и заклятий. Кружева на груди, манжеты, рюши, валаны на современных платьях – это отголоски этого древнего языка орнаментов. Костюм обязательно должен быть дифференцирован. То есть, ну, где находился орнамент? Это прежде всего шея. То есть, вот грудь, шея. То есть, грудь, поскольку женщина кормит молоком ребенка. То есть, грудь должна быть защищена. Шея – это то, на чем крепится голова. Не лишний предмет в каждом человеке. Это обязательное запястье, поскольку это наша рука, рабочий орган. Это плечо, поскольку отсюда начинает работать рука. Это подол. То есть, охраняет от всякой скверной, которая может войти под одежду человека. Эти одежды – это, собственно говоря, дом для тела. Как изменится общество в ближайшие годы? Как будут развиваться отношения в семье? Ответ на эти вопросы звучит в пророчестве с подиума. Назад в 50-е. В 50-е годы – это такой точный момент, захваченный фотографически, эпохи, которая, конечно, была не безупречна. Но нам сегодня кажется, что это точно пойманный момент, переломный такой, переходный, когда все еще было основательно. Было понятие чести. Ну, нам сегодня так кажется. Было понятие чести, было понятие искренней дружбы. Во многом это действительно так. Было понятие того, что общество тебя осудит, скажем, да, за какие-то вот вещи. Сегодня вообще этого не существует. Сегодня даже и перед законом ты можешь не предстать. Неожиданное обращение во многих коллекциях к стилю 50-х годов раскрывает подсознательное стремление людей к стабильности и порядку. Отказу от бездумного прогресса. Хочется, чтобы мужчина выглядел как мужчина, а женщина как женщина. И в этом смысле с 2007-го где-то года мы наблюдаем вот одну из самых таких важных тенденций. Она сейчас продолжается. Тенденция внешней подчеркивания мужественности у мужчин и женственности у женщин. В этом смысле, конечно, 50-е годы это очень характерная эпоха. Почему? Потому что 50-е годы это последний момент, когда мужчина ничего, кроме площадки для гольфа или там для тенниса, не носил, кроме костюма. И мужчину нигде невозможно было бы без костюма. Это было просто невозможно. То же самое женщина абсолютно непредставимо была в брюках. Современная мода во многом утратила этот сакральный язык. И только в отдельных деталях и аксессуарах одежды она подсознательно транслирует магические символы. Сегодня почти никто не носит подтяжки. Этот символ сытой и спокойной жизни ушел вместе с кризисом. Сейчас в моде ремни и пояса, которые, видимо, нужно затянуть потуже. Вообще выражение затянуть пояс, работать спустя или засучив рукава, отдать последнюю рубашку – все это отголоски того давнего времени, когда каждый элемент одежды имел чрезвычайно важное значение. Одежда была целым ансамблем магических оберегов. Сегодня он одергивает манжеты рубашки и поправляет платок в нагрудном кармане. Когда-то так же поступали наши предки. Они касались браслетов-оберегов и амулета, которые носили ближе к сердцу. Не случайно карман на мужском пиджаке находится слева. Мода – это своеобразный маркер демографических проблем. В России мода всегда носит специфический характер. В Европе и Америке женщины давно уже перестали оголять животы. У нас по-прежнему продолжается повсеместный танец живота. В переводе с сакрального языка мода это говорит о демографическом перекосе в населении. Женщин в России на 7% больше, чем мужчин. А также о проявившемся интересе у россиянок к представителям Востока. Ну это манок, конечно, чтобы мужчина останавливался. Поймите, женщинам тоже хочется. Их много, молодых и красивых. Их никто не обслуживает. Они вынуждены завоевывать мужское влияние. Это внимание они могут завоевать только раздевшись. И получает та, отнимает мужчину у другой своей подруги, у которой красивее все формы. Мужчина возбуждается и в 40 лет меняет свою жену на 2 по 20, а в 50 на 3 по 17. У нас совершенно анти-натуральная идея. Женщина должна быть пава и рядом с ней обглоданный мужчина. Потому что мужчину берут в любом виде. Грязного, немытого, потного, коревого, беззубого. Это никого не интересует. А женщина должна быть, потому что их очень большой выбор. И поэтому они пошли на раздевание. На запте, конечно, это не так. В Европе мужчин больше, чем женщин. Даже и в США, и в Австралии тоже. Поэтому женщины вовсе не так вульгарно одеваются, как у нас в стране. Какие секреты большой политики подспудно раскрывает мода в последних новинках? Анализ модных коллекций от Кутюр говорит о растущем значении России в жизни европейского сообщества. Признание Европой лидирующей ролью России на постсоветском пространстве. Вы с этого, по-моему, начали, да, с 90-х годов. Это одна из самых актуальных тем. Причем тут Россия оказалась в центре событий. Потому что, конечно, у нас 90-е были намного круче и интереснее, чем на Западе. И сегодня, когда мы видим, скажем, коллекцию Бербери Прорсум, где наши дубленки, которые, ну, конечно, уже у всех выброшены, никто, конечно, их не сохранил. То есть обыкновенная коричневая дубленка с белой овчиной внутри, с вот этими вот ремешками. И вдруг мы видим это в коллекции такого знаменитого великолепного дома. И в первой линии. Конечно, это нас просто шокирует. Это же наше родное. Мы все это узнаем и радуемся. Есть отсылы к моде СССР именно, они этого не скрывают, 90-х, скажем, годов. Потому что им эта эпоха очень интересна. Причем это такая жгучая смесь одежды национальной наших разных республик, вот 15 сестер, с одной стороны. И с другой стороны моды 90-х годов. Потому что это такой яркий китч и такая невообразимая смесь, труднопредставимая для западного человека, что она выглядит очень оригинально, крайне оригинально. Прямо как вот национальная какая-то вот такая вот особенность. Back in the US! Back in the US! Back in the USSR! Символика там советского герба, да, который воспринимается как тоже такая вот картинка, которая нам о чем-то говорит, но она и западу тоже о многом говорит, да, потому что время там холодной войны, тоже таких непростых отношений. Вот, то есть для нас, мне кажется, это очень понятно, потому что мы сегодня можем уже по 90-м ностальгировать. Дресс-код и политика. В секретных архивах встречаются любопытные документы спецслужб, в которых аналитики дают политические прогнозы на основе расшифровки фасонов костюмов. Мне кажется, что мы полностью потеряли язык вот традиционного костюма, потому что никто из нас, кроме специалистов, уже не знает, как там было и что. Есть какие-то нюансы, которые, может быть, остались на каком-то подсознательном уровне. Так, например, символика деталей знаменитого френча Мао Цзэдуна расшифровалась так. Пять пуговиц означают основные ветви власти КНР. Административную, исполнительную, законодательную, судебную и контрольную. Четыре кармана, четыре конфуцианских добродетели. Вежливость, верность, честность и целомудрие. Три пуговицы на рукаве, три основных принципа. Национализм, демократия и социализм. Такой вот политический дресс-код. Что такое дресс-код? Впервые это понятие появилось в Англии более ста лет назад и означало код одежды, который способен разгадать любой маломальски образованный человек. Современный дресс-код – это целый свод международных правил. Вот, например, white tie. Этот дресс-код предназначен для приемов у президента и других торжественных мероприятий. У мужчины должен быть фраг и белая бабочка-галстук. Часы только карманные. У женщины длинное вечернее платье, перчатки и сумочка. Никаких распущенных волос, бижутерии и голых рук. Таких дресс-кодов для разных ситуаций существует десятки. У меня, например, smart casual – свободный стиль. Единственный, который допускает ношение джинсов. В дресс-коде не бывает мелочей, а если и бывает, то часто с политическим подтекстом. В своей книге бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт писала, что у нее была целая подборка значков на лацкан в зависимости от того, с кем встречается госпожа госсекретарь. Ясеру Арафату, например, предназначалась ОСА – президент Южнокорейской республики, Солнце – Асадаму Хусейну – змея. В этой коллекции были также маленький золотой гранатомет и НЛО. Гранатомет, вероятно, предназначался для России, а вот встреча с пришельцами так и не состоялась. Брошка с гранатометом на лацкане Олбрайт – еще один сигнал с модного Олимпа, который символизирует, что напряженность в мире будет сохраняться. Нынешняя мода снова напоминает древнюю мудрость – «Хочешь мира – готовься к войне». Об этом свидетельствует популярный на подиуме стиль милитари. Ну, иногда волна может предугадать. Вот, как правило, стиль милитари обычно к войне, за силе белого цвета или лилового цвета обычно к войне. Поэтому меня не удивит, конечно, что в районе между 2012 и 2014 годом Европа посетит очередная мировая война, потому что каждый раз в начале века бывают огромные войны. 1914 год, 1812 год – Полтавская битва, 610 год – война с поляками, 510 год – Грюнвальдская битва. Это нормальное явление. Ее давненько не было. И грядущий развал Евро и гибель Европы, которая должна вот-вот случиться, возможно, упадет как раз на период юбилея или наполеоновских войн, или Первой мировой войны. В таком случае модные тенденции сегодняшнего времени, 10-х годов, а мы живем в 10-м году, будут очень оправданы. Поэтому давайте, наоборот, поживем с удовольствием, с радостью посмотрим, а вот это действительно, случится война или нет, и подождем. В мужской одежде военные ноты приобретают гротескный характер. Даже изысканные дэнди в вечерних костюмах проявляют признаки военной лихорадки. Кстати сказать, очень много коллекций зимних, осень-зима и весна-лето содержат вместо жилета в мужской тройке такой, как сказать, фактически это безрукавка, которая похожа на бронежилет. Фактически это бронежилет. То есть, конечно, на самом деле это не пулепробиваемая вещь, то есть она, конечно, не защитит вас. Но, тем не менее, очень характерно, что, представьте себе, там, твидовый костюм или роскошный шерстяной костюм, все с иголочки, классический пиджак, классические брюки, классическая рубашка, галстук, но вместо жилета вы видите бронежилет. Он простеган, то есть он как бы считывается моментально, именно как бронежилет. Это очень характерная деталь, и она есть у очень многих дизайнеров. Это, конечно, не случайно. Мода как психоаналитик вытаскивает на свет из глубин подсознания все неосознанные страхи, надежды и устремления человечества. Эти подсознательные желания являются главной движущей силой, и в конце концов они становятся реалиями современной жизни. Ведь это же мысль, в первую очередь, а не то, что на вас напялено. Потому что сколько богатых женщин обращаются к стилистам и тратят огромные деньги для того, чтобы выглядеть очень фирменно. Но на них это абсолютно как на коровье седло, потому что они это никогда не поймут. Их мысли очень мещанские. А если человек открыт миру, готов лететь над людьми, а не в гуще там где-то вращаться, он может, конечно, стать кем-то. Почему британская королева так любит шляпки? Даже самая легкомысленная женская шляпка имеет не меньший сакральный смысл, чем корона. Несмотря на все современные веяния, шляпка остается непременным атрибутом женщин из аристократических семейств. Это забота о сохранении рода. Возвращение современной моды к 50-м годам шляпкам, шалям, вуалям – это некий символический знак. Возвращение женщин в своей традиционной роли – роли матери. В прежние времена женщины обязательно носили головной убор. Может быть, поэтому и рождаемость была высокой. Да, совершенно верно. Головной убор – это вообще то, что стимулировало родовую функцию женщины. Поэтому на ней орнаментальные схемы очень серьезные. Это изображение рожениц. Это то, что связано с вот этой вот символикой золотого дерева. Коровы. Женщины рожающие. Они постоянно присутствуют, особенно на северно-русских головных уборах. Можно ли предсказать развороты моды, а значит и развитие общества? Язык одежды меняется со временем. Мода, как и история, развивается по спирали. Сегодня история ускорилась, и цикл от неприличного до модного одежда проходит уже за 10-15 лет. Брюки с заниженной талией – это преступление, но лишь против моды. Так прокомментировала британская «Таймс» результаты одного из судебных процессов. Мода на джинсы и брюки с низкой талии обсуждается во многих странах. В Соединенных Штатах Америки, например, за это можно получить штраф, считается непристойным поведением. В Англии же любители приспущенных штанов в судебном порядке доказали свое право носить их. Вообще наши представления о западных свободах, как о вседозволенности, весьма поверхностны. Их свобода и демократия четко расписаны по дресс-коду. Мода – это и сакральный язык, и бизнес, и еще способ управления людьми с целью достижения конкретных экономических, политических и социальных задач. Мода, как дельфийский оракул, всегда дает верные пророчества. Надо только уметь правильно их истолковывать. Итак, что предсказывают нам жрецы высокой моды? Это, как я уже отметила, дубленка вот такого советского образца. Короткая такая, объемная куртка, которую носят и мужчины, и женщины. Предполагается, что вы носите с чем-то, как и раньше это было. Вы носите ее с чем-то, что не соответствует этому стилю. То есть грубости кожи и овчины, и объему этой куртки или пальто, вы предоставляете что-то чрезвычайно нежное и легкомысленное. Это может быть кружевное платье, это может быть что-то шелковое, это может быть, наоборот, строгий, например, брючный костюм. Из нового острый носок, о котором мы говорили, обуви, который вернулся, и сейчас он выглядит действительно остро модным. Золотые вещи, в смысле расшивки золотом, барочные орнаменты, целиком наряд из золота. То есть вообще тоже такой, мне кажется, посткризисный момент, потому что золотой запас – это такая некая фикция, конечно, уже. И золотое обеспечение денег тоже, конечно, фикция. Но тем не менее, ведь очень многие люди первым делом, когда беда, после того, как они покупают гречку, крупы и так далее, что оказалось небессмысленным сейчас, как известно, что они делают? Золото? Смысл одежды меняется в зависимости от того, кто ее носит. Одно и то же модное платье или костюм кого-то сделают привлекательным, а кого-то – безобразным. Мода может открывать правду, а может обманывать и лгать. Одежда необходима, она придает человеку значимость. Ведь, как говорил Марк Твен, голые люди имеют крайне низкое влияние в обществе, а то и совсем никакого. В заключении раскроем главный секрет моды. Модно – то, во что одеваемся мы сами. Немодно – то, что носят другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Код дресс-кода, фасоны и выкройки большой политики, роль джинсов в российско-американских отношениях – амулеты Мадлен Олбрейт, демографический мотив танца живота. Мужчина возбуждается и в 40 лет меняет свою жену на 2 по 20, от 50 на 3 по 17. Оракул на подиуме, прозрение будущего через игольное ушко, политпрогнозы от кутю. Чем-то, что можно читать, да, и для людей, которые интересуются жизнью, культурой определенной эпохи, это чтение, а подобное чтению газеты новостной. И можно увидеть все, что происходит в социуме в то или иное время. Александр Васильев, знаменитый историк моды, многие годы посвятил разгадке этого таинственного языка, на котором говорит сама история. Порой фасоны, выкройки, платьев и костюмов могут рассказать об эпохе больше и честнее, чем передовицы газет. Это то, что нас окружает. Экономика в первую очередь. В первую очередь вспад, кризис или, наоборот, расцвет. Политика во вторую очередь. И религия в третью очередь. Мусульманский мир, христианский мир, буддистский мир. Совершенно разные идеологии. Различный взгляд на женщину. Женщина – это товар или женщина – это мать. Это совершенно другой взгляд. Большая часть мира считает, что женщина должна быть закрыта, желательно в паранже. И что на нее должны любоваться только собственные супруги, дети. А есть другая часть мира, которая уверена, что на Невском проспекте на этом. Мода всегда чувствует вот какие-то такие болевые точки цивилизации. И всегда в них бьет. Тайна шляпок английской королевы и забытая магия костюма. Подол. То есть охраняет от всякой скверной, которая может войти под одежду человека. Назад в будущее. Тренд 50-х. Модный психоанализ в программе «Дресс-код доступа». Глупец тот, кто в моде видит только моду. Бальзак. Мода началась с грехопадения. С тех пор, как Адам и Ева, изнанные из рая, стыдливо попытались прикрыть свой грех фиговым листком, началась новая история человечества. Создавались и рушились империи, бушевали войны и революции, сменялись политические режимы, люди осваивали океан и покоряли небо, открывали тайну атома и устремлялись в космос. И вся эта летопись развития человечества зашифрована в тайном языке моды. По сути, ответ на вопрос, что будут носить в следующем году, равноценен прогнозу, куда катится мир. Мода всегда во все времена является женщиной. И в этом смысле с 2007 года мы наблюдаем одну из самых важных тенденций. Она сейчас продолжается. Это тенденция внешней подчеркивания мужественности у мужчин и женственности у женщин. В этом смысле, конечно, 50-е годы – это очень характерная эпоха. Почему? Потому что 50-е годы – это последний момент, когда мужчина ничего, кроме площадки для гольфа или для тенниса, не носил, кроме костюма. И мужчину нигде невозможно было без костюма. Это было просто невозможно. То же самое женщина абсолютно непредставима была в брюках. Современная мода во многом утратила этот сакральный язык. И только в отдельных деталях и аксессуарах одежды она подсознательно транслирует магические символы. Сегодня почти никто не носит подтяжки. Этот символ сытой и спокойной жизни ушел вместе с кризисом. Сейчас в моде ремни и пояса, которые, видимо, нужно затянуть потуже. Вообще, выражение «затянуть пояс», «работать спустя» или «засучив рукава», «отдать последнюю рубашку» – все это отголоски того давнего времени, когда каждый элемент одежды имел чрезвычайно важное значение. Одежда была целым ансамблем магических оберегов. Сегодня он одергивает манжеты рубашки и поправляет платок в нагрудном кармане. Когда-то так же поступали наши предки. Они касались браслетов-оберегов и амулета, которые носили ближе к сердцу. Не случайно карман на мужском пиджаке находится слева. Мода – это своеобразный маркер демографических проблем. В России мода всегда носит специфический характер. В Европе и Америке женщины давно уже перестали оголять животы. У нас по-прежнему продолжается повсеместный танец живота. В переводе с сакрального языка моды это говорит о демографическом перекосе в населении. Женщин в России на 7% больше, чем мужчин. А также о проявившемся интересе у россиянок к представителям Востока. Ну, это манок, конечно, чтобы мужчина останавливался. Поймите, женщинам тоже хочется. Их много, молодых и красивых. Их никто не обслуживает. Они вынуждены завоевывать мужское влияние. Это внимание они могут завоевать только раздевшись. И, получается, та отнимает мужчину у другой своей подруги, у которой красивее все формы. Мужчина возбуждается и в 40 лет меняет свою жену на 2 по 20, а в 50 на 3 по 17. Хорошо. Но на самом деле человек ощущает колоссальную пустоту и колоссальную нехватку каких-то элементарных рамок. Как ребенок, знаете, который потерялся, и который не знает, как себя вести. И он хочет, чтобы ему что-то запретили. Ох, не шей ты мне, матушка, красный сарафан. Любопытно, с чего бы наши прабабки были такими привередливыми. Красный сарафан им, видите ли, не нравился. Дело в том, что у модниц прошлого было много запретов. Каждая деталь традиционного народного костюма, цвет и рисунок тканей имели глубокий смысл. Самые важные части народного платья украшались специальными орнаментами, причем каждый из них имел свое значение. Орнамент – это древнейший текст магических заговоров и заклятий. Кружева на груди, манжеты, рюши, валаны на современных платьях – это отголоски этого древнего языка орнаментов. Костюм обязательно должен быть дифференцирован. То есть, ну, где находился орнамент? Это прежде всего шея. То есть, вот грудь, шея. То есть, грудь, поскольку женщина кормит молоком ребенка. То есть, грудь должна быть защищена. Шея – это то, на чем крепится голова. Не лишний предмет в каждом человеке. Это обязательное запястье, поскольку это наша рука, рабочий орган. Это плечо, поскольку отсюда начинает работать рука. Это подол. То есть, охраняет от всякой скверной, которая может войти под одежду человека. Эти одежды – это, собственно говоря, дом для тела. Как изменится общество в ближайшие годы? Как будут развиваться отношения в семье? Ответ на эти вопросы звучит в пророчестве с подиума. Назад в 50-е. В 50-е годы – это такой точный момент, захваченный фотографически, эпохи, которая, конечно, была не безупречна. Но нам сегодня кажется, что это точно пойманный момент, переломный такой, переходный, когда все еще было основательно. Было понятие чести. Ну, нам сегодня так кажется. Было понятие чести. Было понятие искренней дружбы. Во многом это действительно так. Было понятие того, что общество тебя осудит, скажем, за какие-то вещи. Сегодня вообще этого не существует. Сегодня даже и перед законом ты можешь не предстать. Неожиданное обращение во многих коллекциях к стилю 50-х годов раскрывает подсознательное стремление людей к стабильности и порядку. Отказу от бездумного прогресса. Хочется, чтобы мужчина выглядел как мужчина, а женщина как мужчина. Это то, что нас окружает. Экономика в первую очередь. В первую очередь вспад, кризис или, наоборот, расцвет. Политика во вторую очередь. И религия в третью очередь. Мусульманский мир, христианский мир, буддистский мир. Совершенно разные идеологии. Различный взгляд на женщину. Женщина – это товар или женщина – это мать. Это совершенно другой взгляд. Большая часть мира считает, что женщина должна быть закрыта, желательно в паранже. И что на нее должны любоваться только собственные супруги, дети. А есть другая часть мира, которая уверена, что на Невском проспекте на эту красоту должны любоваться все. Все должны подходить со своим тендером, предлагать им что-то за это. А женщина должна, собственно, выбирать. Одежда сопровождает человека с момента рождения и до смерти, меняясь вместе с ним, отражая все важнейшие этапы развития личности. Рождается ребенок, его костюм не орнаментирован, его только перевязывают поясочкам. То есть пуповиной, которая его соединяет с предками. Ребенок начинает расти. И где-то уже начиная с 7-летнего возраста, его костюм начинает орнаментироваться. Постепенно. Ну, меньше у мальчиков, больше у девочек. Вот они вступают уже в возраст брачный. Женихи-невесты. Костюм начинает насыщаться красным цветом, орнаментикой. Наконец они на выданье. Костюм буквально полыхают. И вот свадьба. Костюм становится красным. Насыщенно красным. То есть там живого места нет. Все переполнено орнаментами. И когда в песне поется «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», это не просто, что красивый сарафан, а действительно красный. Одежда не только средство защиты от холода и непогоды. Это своеобразный знак, символ, отражающий многогранность социальных процессов в обществе. Костюм во все времена указывал на национальную, сословную принадлежность. Говорил о возрасте, богатстве и семейном положении человека. Мода – это своеобразный язык. Причем язык древний. Например, еще в средние века длина носка, обуви определяла статус человека. Для государя – 70 сантиметров. Для рыцаря – 50. Для всех остальных – не более 20. То же самое с длиной шлейфа платьев у дам. Код дресс-кода, фасоны и выкройки большой политики, роль джинсов в российско-американских отношениях. Амулеты – Мадлен Олбрайт. Демографический мотив танца живота. Мужчина возбуждается и в 40 лет меняет свою жену на 2 по 20. От 50 на 3 по 17. Оракул на подиуме. В прозрении будущего через игольное ушко. Полит прогнозы от кутюр. Мода всегда чувствует вот какие-то такие болевые точки цивилизации. И всегда в них бьет. Тайна шляпок английской королевы и забытая магия костюма. Подол. То есть охраняет от всякой скверной, которая может войти под одежду человека. Назад в будущее. Тренд 50-х. Модный психоанализ в программе «Дресс-код доступа». Глупец тот, кто в моде, видит только моду. Бальзак. Мода началась с грехопадения. С тех пор, как Адам и Ева, изнанные из рая, стыдливо попытались прикрыть свой грех фиговым листком, началась новая история человечества. Создавались и рушились империи, бушевали войны и революции, сменялись политические режимы, люди осваивали океан и покоряли небо, открывали тайну атома и устремлялись в космос. И вся эта летопись развития человечества зашифрована в тайном языке моды. По сути, ответ на вопрос, что будут носить в следующем году, равноценен прогнозу, куда катится мир. «Мода всегда во все времена является чем-то, что можно читать. И для людей, которые интересуются жизнью, культурой определенной эпохи, это чтение подобно чтению газеты новостной. И можно увидеть все, что происходит в социуме в то или иное время». Александр Васильев, знаменитый историк моды, многие годы посвятил разгадке этого таинственного языка, на котором говорит сама история. Порой фасоны, выкройки, платьев и костюмов могут рассказать об эпохе больше и честнее, чем передовица газет. Если длина шлейфа не соответствовала статусу, стражники обрубали его прямо на улице. Сословные различия законодательно определяли форму и длину одежды, вплоть до мелочей. Вот, например, носовой платок, кружевной батистовый для дворян, клетчатый для чиновников, цветной бумажный для мещан. Вообще, мода – это целая система знаков. Тот, кто способен понимать язык моды, способен сегодня, ни много ни мало, спрогнозировать будущее российско-американских отношений. На официальных мероприятиях костюмы лидеров государств соответствуют строгим нормам протокола и не носят смысловой нагрузки. А вот на неофициальных встречах одежда представляет своеобразный месседж – зашифрованный текст. Как, например, пишет The Wall Street Journal, во время ужина с читой Обама у себя в резиденции президент России выглядел одновременно неофициально и властно. Добиться этого ему удалось за счет сочетания хорошего блейзера с накрахмаленной сорочкой и темными прямыми джинсами. Джинсы ассоциируются с Америкой и рабочим человеком, так что глава государства, надев их, говорит о готовности к диалогу и серьезной работе. Стиль одежды может раскрыть секреты большой политики и стилистики международных отношений. Наш президент и премьер-министр одеваются просто. Они, например, не носят часто галстуки, не носят рубашки. Я вижу даже их на телевидении, в новостях, в полу черном или свитере под пиджаком. Это говорит о изменении дресс-кода официального. И, конечно, это отразится очень сильно на поколении. Капризы моды непредсказуемы. Они зависят от массы факторов. Однако основные тенденции в стиле одежды, как стрелка компаса, указывают тенденции развития общества. Аналитики отмечают, что в последние годы наметилось четкое направление на стиль ретро – возвращение к традиционным ценностям. Еще страшнее экономического кризиса, на мой взгляд, это кризис смысла жизни. Потому что свобода, которая началась, даже если по моде судить, то с 60-х годов, скажем. То есть это момент сексуальной революции, молодежной революции. Все покатилось по наклону. То есть постепенно стало можно все. И человек в этой ситуации, с одной стороны, он как бы упивается свободой. Вот перед тобой открыт весь мир. Вот ты можешь носить все, что хочешь, говорить все, что хочешь и делать все, что хочешь. Хочешь – живи законным браком, хочешь – разводись, хочешь – как бы изменяй. Все как бы возможно. Как будто бы это хорошо.